Итак, я в сервисе буду поблагодарить организационных конференций за то, что меня всегда пригласили, что для меня является большей честь и огромной радостью. А извиниться за то, что у меня только 25 экземпляров раздающего материала, и за то, что вчера я была на стихотической сети, там было меньше народу, и вот по моему неопытности, я думаю, что 25 хватит. В этом докладе я хотела бы показать, как меняются художественные языки. Я указываю именно на эти даты, потому что они отмечают время создания двух стихотворений, которые я буду сравнивать. А именно первую версию «Мельниц» и «Базака». Выбрали эти тексты, потому что в них повторяется один и тот же набор образов, которые по-разному выстраиваются в тексте. Начнем с самого раннего текста. Я не буду разбирать его больностью, а остановлюсь лишь на отдельных образах и страфах. «Мельницы» довольно длинное и сложное стихотворение, оно редко комментируется, особенно в первоначальной версии. Исследователи сходятся в том, что в центре этого текста стоит телотворчество. Самый подробный анализ образа «Мельниц» дается в книге «Карлен Эбанс-Румейн», которая показывает, что связь «Мельниц» с творчеством восходит к немецкой романтической литературе. И в частности, к ученикам Сайса и Навалиса, в переводе Григория Петникова, и к преподавительной школе эстетики и ромболия. Мне хотелось бы показать, как эта метафора немецкого происхождения «Мельницы» как творчество обрастает новым смыслом в тексте пастерната и подытоживает позитию писателя от творчества, которая со временем существенно меняется. Итак, посмотрим начальную страфу первой версии «Мельниц». Семантическая структура заводчительных стихов очень сложна. Заглядие вызывает из читателей ожидание описания пейзажа. Поэтому первая строка сначала скорее воспринимается как метонимя, где слово «тишина» заменяет в пространстве иной смешности то слово, которое обычно сочетается с прилагательным стихом «взрытый», то есть «земья-башня». Итак, над «взрытой тишиной» понимается как над «тихой свежезрытой землей». Однако в дальнейшем появляются темы, связанные с темой смерти. Вечная память, заупокои, свечи. И это подсказывает ассоциацию прилагательного «взвежезрытой» не землю как таковой, а с могилой. Тем более, что замена «тишина-магида» поддерживается фразеологизмом «гробовая тишина». Дойдя до конца строфы, читатель по-новому воспринимает текст. На первоначально чисто визуальный образ свежезрытой земли, погруженную в ночную тишину, накладывается идея о каком-то сакранном покое. Таким образом, сравнение между звездами и языками камени-скерчь принимает их корона, подсвечника, где горят свечи за упокой. Тема манихиды поддерживается выражением «за упокой вечная память», которая является и частью похоронного песнопения. Эта тема развивается и дальше. Во второй страте звезды напоминают герующих, молящихся в церкви, как будто шерпчат по грубе я. В четвертой выражение «заимствуются свету света» возможно отсылает к определению Христа как света от света в нитейском символе веры. Дальше появляется тема «исповеди» на юной исповеди. И, наконец-то, в шестой страте «друг дождя» сравнится со звяканием монет, собиранием их во время службы. Таким образом, тема смеси отсылает к вечной памяти, воспринятой как подлинную форму увековечения. Зарок звезд превращает общую тему смеси в размышлении над человеческой судьбой. Образ «губ и свеч» сначала понимается как метанимическое преображение фразеологизма «язычок пламени». Но потом троп реализуется, и губы начинают говорить. Их разговор можно по-разному троповать. Арфонсов считает, что немодиолог звезд уподобляется перешептыванию старых привязаний. В тексте можно видеть также отсылку к мифу о парках. Но в любом случае, в центре четверостыши стоит тема человеческой судьбы, которая разворачивается между нитей прошлого и будущего, символизированной звездами. Образ «миньский судьбы» продолжается в следующей страфе стихом «звездами, связанными от полиции близкого родителей». Эта строка предполагает и чувствует растерянность и прямое размышление о судьбе, которое охваливает весь мир, включая «миньицы». Итак, семантический контекст, в который вписывается образ «миньицы» — это размышление о смерти, о судьбе и о вечности. Очевидно, что описание пейзажа в первых трех строках представляет собой не просто визуальный фон произведения, но и поэтическую элитарацию пастерната, потому что детали подобраны так, чтобы представить не только ландшафт, но и процесс творчества. Для поэта искусство является реакцией на смерть, которая видится в перспективе вечной жизни, так что сама смерть становится моментом, необходимым для создания новой формы. Только это второе прочтение позволяет определить семантические линии текста и объяснить отдельные образы. Так стих о починении на юной исповеди, описывая равнине в заливую холодную свету на уме, передает также чувство художника, который, испытывая адвокатворенность до вдохновения, осознает и свое незавершенство, восхищаясь вселенной, понимает в бессилии человека постичь его божественную сущность. Эта двойная структура текста часто встречается в рамках, в рамках, в рамках, в рамках. Здесь я не могу подробно остановиться на этом осветке, поэтому прочту вам только один фрагмент, написанный в 1910 году, в котором сходство с ним не было очевидно. Рельку имени был на месте уже. Ясная студеная разница, разбавленная облаками, по краям была нарита в ясне кеоны, красные графини листы. Между ними, необрядными мотылками, порхали бели осиние, прорезными пятнами. А когда пути там, в вечер, как на постоянный год, тупо сошлись неразвертанные тучи, через черные елки полетали резные головешки или любые ожоги плена. Потом, какие-то прощенные ручи, скользно и бескровно, каким-то гашеным свечением, силились вспомнить большую недогненную низину, которая была перед ними обмокнутая в любопию тень. И вокруг белой страдачистой дужайки света была поминантная равнинная тьма. Как видим, здесь тоже дается вечерний пейзаж, тоже появляются летающие насекомые, голодежки, и при описании залитой лунию светом равнины особыми прилагательными, то есть прощенные и поминантные, вводится тема смерти и воскресенья. Отдельные элементы появились также в набросках и стихотворениях, написанных в том же 1910 году. Я не буду его читать, просто посмотрите, какие-то две отмечения, как леньницу можно приедать в дальнейшем глубине выражания, как эти медности сливают к бесцелению. И здесь явно, что движение с крыльев-мельниц подавляется взлету фантазии. С одной стороны, в ранних опытах тоже отмечается, как видим, двойная стихотворительство, в котором детали пейзажей выражают смысл описания. В другой же, в этих отрывках 50-х годов уже при первом чтении можно легко отделить план содержания от плановых выражения, описанных в действительность от его выразмесления писателями. Интересно заметить, что вот эти ключевые образы гельниц появляются снова в тексте 1927 года «Вальгар». Это совпадение не случайно, так как оба стихотворения описывают роль творчества и функция художника в нем. Сразу скажу, что в тексте нашего внимания будут находиться шестая и седьмая струны, где раздортываются теми панифида, качества и зрения. Вот. И я постараюсь показать, как они передаются в Банзаке, а потом сравнить это с тем, как они показаны в мельницах. Но если сначала посмотреть стихотворение в целом, очевидно, что перед нами довольно прозрачный текст. Он распадается на две части. В первые пяти страфах описывается Париж и писатель, наблюдающий город. Здесь только отдельные элементы кажутся на первый взгляд немотивированными, а именно тема гнева растений и мести дождя, определены Банзака как флорожника и дождяка и, наконец, образ заупокойное мнение. Париж представляется, как город суетит. Его жители поглощили материалными и улучшенными потребностями. Ответом на срота является днем природы, который побуждает писателя в действии. Злоба днеби является ключевым образом этой первой части. Это словосочетание одновременно воспринимается как флорожника, которое владеет Парижанами, но и как цитата из той страницы Евангелия, на которую повторно прямо ссылается в конце стихотворения. Возвращаемся к шестой страфе и посмотрим, как раздорживается образный строй. Балдар тет заупоконную обеденную Парижу, как паук летет паутину. В сравнении с насекомым не добавляет какую-либо семантическую коннотацию, а лишь облегчает понимание метафоры основа творчества в текарском смысле этого слова. Упоминание паута подсказывает слово паутина, которое своей фантинетической близостью к слову заупоконная способствует пониманию панихиды как погребание покрывала, что, возможно, отсылает к образу савана. В любом случае, это метафоры и же легко распознать содержание и образ, поэтому здесь явно, что творчество Балдар распознает состретением нитров, а результат этого действия связывается с идеей о любви ковечении. Присение ожиданности этого образа в тексте тесна, потому что организация фразы указывает именно на него как на семантический цель всего высказывания. Смысл этой метафоры станет окончательно ясным в конце стихотворения благодаря цепи и ванглевых мальчиня. В мельницах образ похоронной церемонии не вырисовывается так ясно, но его надо узнать в описанном пейзаже. Этот процесс закручняется структурой текста. Во-первых, в начальной страте подлежащие 7000 звезд появляются только в критинг стихе, поэтому читатель в поисках его сначала отождествляет подлежащие с мельницами в заглядь, потом с какой-то предполагаемой забавой, к которой видимо относится к формам лая. К тому же детали погребанной церемонии не связаны с единым элементом, а отсылают кто к нет, то клают, то квертам. Наконец, все эти подробности не ассоцируются прямо с мельницами, то есть с метафорой творческого процесса, окажутся лишь загадочным пейзажным фоном книги. Именно поэтому намного труднее разглядать и образ панихиды, и его связь с одной стороны с пейзажем, с другой же с мельницами. К тому же идея вечной жизни, которая связана здесь с темой смести, дальше не экспрессируется в тексте. Перейдем теперь к образу глаз. Это шестая страна. В Аллафе слово «деньги» употребляется в прямом смысле по отношению глазописателя, смотрящего на берегу творишь. В сравнении глаз с беретенами опираются на ненадовое движение. Основой сопоставлений является глазурь «бращать» или «воротить». Тема зрения сливается с образа нитки и получает в развитии образ ткани, который появлялся в предыдущей строфе. Заупокойно и обедно сочетается с повестованием о городе. Представление описания, как о переплетении событий, рассмотренных в свете вечности, передается образом величем глаз предыдущих нитку, которая превращается в долговом и услугу. В конце стихотворения это прочтение подтверждается оцикл предглавие Евангелия, где Христос призывает человека жить духовными, а не материальными интересами смотрите на полиге лилии, которые не трудятся и неприятны. Здесь тоже проявляется затрудненность мнений по отношению к банзам. Во-первых, в основном страте термин сожжение глаза употребляется в переносном значении и остается неясным в каком или иной мейзаже он относится. Описание глаз строится на оксимароне как учени и тучер и глусупа выжжима. Раньше вращение прикрисывалось жерновам и мыслям теней. Просыпаются нельничные тени и мысли выворачаются под жернова. И только в последней тропе появляется фразеологизм вращая верхами. И так не только метафроглазь остается темной, но и трудно понять, что связывает этот образ с мельницей. В тексте роль зрения в творческом процессе не выдвигается на первый план. Поэтому читатель воспринимает движение глаз прежде того, как необычное описание пейсажа, который возможно относится к премиуму. пейсажа, то же самое можно говорить об образе мельницей. В Базаке она является метафорой истории творческого процесса и последовательно развивается тему заупокойной службы и в реценах. В мельницах этот образ более загадочный. Это звезды придут в какое-то половину, которое связано с тупой и поэтому может сховать пространство пространственным страфом. В общем, в Базаке, даже если отдельные образы и их сочетания на первый взгляд отраздачивают читателя, прямой и переносный смысл содержания выражений четко разделены и это служит ориентиром понимания текста. Пояснению смысла способствует и семантическая организация стихотворения. В первой половине текста образы кажутся немотивированными и несвязанными. То, срагивая со смесью, деревья светятся разнебренно, Базак назван архимиком, должником и заложником и все понятие в Борисе. Однако, начиная с шестой страфы, все эти одновременно повторяются и постепенно разъясняются, а в последнем стихе дается ссылка на Евангелие, которое служит ключом к пониманию всего стихотворения. По мнению Пастернафа, художник архимик, потому что он призван прекращать приходящую вечность, уловить и передать сущности своего времени. Эта перспектива является не только содержанием цели его работы, а также обязательством, которое надо исполнить, как вероят и должник перед своим критором. Ответом на это нравственное требование является самопожертвован в беде дружника. В момент творчества он отказывается от самодобившего проявления своей личности и пользуется своим опытом для обложения сферы трансцендентальности, трансцендентальности, являясь таким образом всего лишь агутин. Поэтому в центре стихотворения стоит не фигура настоящего бонзака, а лицетворение художника. Из-за этого выражения «злоба дня» снова приобретает свое изначальное значение «злободнение». Оно оборачивается в противоположную послезную грангельскую цитату, которая призывает человека заботиться о вечной жизни, так как на земле стоят отрезки в новой мере. Есть довольная для каждого дня свои забыли. Это и должно быть ориентир и творчестве. Смысловая структура произведения преодолевает поэтику незаметной простоты, которая характеризует позднее творчество пастерната. На самом деле не только последняя страфа раскрывает смысл с его текста, но и первые поэтики сотворения образы обладают высокой степенью связанности. Они все относятся к одному субъекту, писателю, язмого сравнения явна. К тому же сравнения играют вспомогательными, потому что они добавляют к предмету сравнения новые коннотации и не обыгрывают многознатшую стеснуют. Поэтому неудивительно, что особенно основными оказываются те образы, которые не имеют в отношении к глазаху. Например, только хорошее знание творчества восьмерного позволяет узнать в гневе растений. Растений порой художников в защиту творческой правды. При чтении одного этого текста можно только видеть в этом образе из-за сильного пробуждения природы. Наоборот, в мельницах восстановление связанности текста требует много усилий. Во-первых, нужно определить и описывая его действительность и внутреннюю последовательность образа в тексте. Например, первые строки описывают ночнел и небо. Следующие мельницы за переход от первой части ко второй кажутся нематерируемым. В тексте эта связь является противоречивым. Сначала звезды придут нить, улыбающую мельницу, а потом говорится, что мельницы посыльны, как звезды, потому что и те и другие заимствуют свет у света. Связь мельницы звезд кажется такой темной и непоследовательной, что она скорее понимается как простая пространственная свежность. Отсутствие ветра, которое якобы мотивирует неподвижность мельниц, также противоречимо, потому что следующий строк источником движения служит насекомых вылет и голодейшка. Несмотря на то, что эти детали не способны вызвать движения, их сближает языковая игра. Параномазия, связывающая пельмени на приеме звуков, превращает насекомых источник движения. Среднейшее возвращение лопастей обозначается с другом головокружении, которое как будто приобретает снова прямое значение своих составных элементов сружений головы. И благодаря общему корову голова отражается в головокружительной пыли горолежка. Ясно, что семантическая структура этого стихотворения сильно отличается от организации текстов конца 20-х годов. Если в 27-м году дается текст с четкой структурой с ключом в конце, в 16-м году стихотворение как будто строится на непосредственном передаче визуально и эмоциональных впечатлений. Однако анализ текста показывает, что спонтанность и немая случайность ранней поэзии, ранней поэтической речи Пастернака является результатом сознательного жанра стихотворения, которые скрывает от читателя настоящей критерии отбора степления образа. Текст на самом деле не представляет собой прямой пересказ впечатлений от поездки к красному поляну 1912-го года, а воспоминания отбираются на основе того похожего комплекта, который учитывали через художественные оформления в подрывках вроде поэзии 2010-го года. Итак, в процессе писания языковые ассоциации играют нечую роль, чем впечатления реального пейзажа. Такая манера письма отвечает желанию поэта пересоздать перед читателем опыт творческого вдохновения, когда художник осознает осмысленность вселения. Для этого он и стоит тем, где смысл не закрепляется за отдельными словами или снигоновой, а как будто разлит в пейзаже. Нарушение обычной логики, мимая присвязанность текста, которая запредняет выявление математического единства приводят к тому, что символичность некоторых халеронцев скрывается за наглядностью эфирического опыта. Отсюда следует свежесть предметности изображенного мира и одновременно ощущение глубокого смысла, который однако трудно определить. Этот принцип построения текста доходит четкую формулировку в одном десне 1914 года, где писатель говорит сейчас мне кажется, художественное дарование заключается вот в чем. Надо роковым, константивным и непроимольным образом видеть так, как все прочие думают и наоборот думать так, как все прочие битвы. Это значит вот что. Более зрения не должно быть каким-то неизбежно навязанным цельом, в котором глаз не повинен и неответствен за него. Формы должны следовать из особого свойства каждого художничества внимания, как следует выводить из мыслей остальных людей. И наоборот, в отношении отвлеченных вещей, вроде сознания времени, прошлого, сознания пространства схем и так далее, вообще семейцы художника должны держать в нем в виде необработанных диковинных завязей, тяжелых, темных, телесных и осязательных. Если довести это до парадокса, можно сказать, что художник окружен снаружи своей мыслью и тем, что называют вообще душой, и что вносит в себе все то, что называется окружающим миром. На самом деле описанный пейзаж соответствует неравному ландшафту от того, как поэт его восприлили, то есть той или иници ассоциации, которой тот вид вызвал сухостерна. Поэтому описанная сцена представляет собой не просто картину, а осмысленное изображение, размышление. Образно-семантический ряд, возникший при творческом восприятии действительности, сохраняется в памяти в неополненном виде, способен вырождать новые ассоциации. Писатель может снова обращаться к воспоминаниям лирического опыта, который сохранился и закреплён определенные образы, и пользоваться им, и изменяя форму и содержание. В конечном итоге можно сказать, что в ранней поэзии Пастерната образы построили так, чтобы читатель не узнавал их судно, но диахронический анализ его творчества позволяет выявить их постоянность. Такая структура ставит вопрос о понятности текста вообще, и это возможности для читателя фактически смыслу, стоящие за определенными образами. Мне кажется, что приведенный анализ доказывает возможность дать объяснение даже очень трудным текстом. Поскольку Пастернат стремится передать опыт осмысленности всей селенной, вообще любая деталь может быть выбрана для передачи вечного содержания искусства. Однако каждый писатель на основе личного опыта может создать такое сочетание подробностей, которое является индивидуальным и историческим определенным выражением вневременного значения. Случайности, которая характеризует раннее творчество Пастерната, опирается не на семантическое безразличие, а на верность способности текста сообщить общий смысл через личный опыт. Переход от поэтики исключаемости к поэтики незвыкорной простоты это не переход от семантических распределённых текста к логическим и порядочным текстом. Смена возникает не из желания высказаться, а из желания общаться с новой читательской публикой, которая больше не разделяет его культурные предпосыли, не понимает его призыва. Поэтическая система, которую мы наблюдаемой в Балзаке, является переходом к большей красоте позднего творчества Растернака. Как это не парадоксанно, в зрелие годы его поэзия отчасти сближается к раннему творчеству, тем, что смысл текста как бы разлит в изображённой картине. Например, в стикле «Когда разгуляется» иногда кажется, что задача стихотворения состоит просто в том, чтобы переедать на бумаге кусочек увиденного в пейзаже. На самом деле тематическая и семантическая нить, которая в Балзаке пронизывает здесь текст, в последний период творчества Пастернака снова всплывается в три этапа, а новая простота формы ещё больше зажигняет в достижении смысла тающегося за прозрачность и места. Спасибо. Спасибо огромное. Какие есть вопросы сапоганя? Можно? Да, пожалуйста. Я просто не понял, у меня есть некоторые сомнения касающиеся первых стров обоих стихотворений. Я услышал вас так, что в мельницах вы понимаете лая как существительное и, соответственно, предполагаете, что этот лай, так сказать, располагается где-то внизу. Это возможно, но мне кажется, что даже более вероятно всё-таки понимать лая как депричастие, относить его всё-таки соответственно к звёздам, а то, что мы не понимаем, почему звёзды должны лаять, это как бы не избавляет нас от возможности такой интерпретации. Я здесь вообще мне так... Если это депричастие, то тогда они лают? Конечно. Тогда они лают. А это не депричастие. Я думаю, что депричастие. Почему? Не почему? Я думаю, что готова была собака к этому вопросу. Нет, на самом деле лая здесь можно понять и так, и так, то есть это может быть вечная память лая или лаять на вечную память, но в любом случае когда читатель встречает слово лая, он как бы представляет перед собой, что скорбой является видимо какая-то собака. В этом смысле есть говорили, что, наверное, подлежащая это какая-то собака. Нет, если лая это депричастие, то подлежащая это семь тысяч звёзд. Ну хорошо. Я не люблю чтобы читатель дойдя на третьи строки ожидает собака. Не получая её. Ну вот, а в стихотворении Бальзак мне кажется, что не дожди сравниваются с мщением и уж тем более идёт речь о мщении и дождя. По-моему, как раз строка очень понятная. Дожди долгожданные, потому что жара и потому что их долго не было. А если кто-то хочет отомстить и вот у него это не получается, не получается, не получается, а потом скоро получится, то, естественно, он считает это мщение долгожданным. То есть тут сравнение просто по признаку напряжённости ожидания. Долго-долго ждали дождей во время засухи, долго-долго ждали мщения, пока оно не осуществилось, но какой-нибудь граф Монте-Кристо, если уж говорить о Париже, он долго ждал возможность отомстить, и она была для него долгожданной. Ещё долго когда-то долго ждали. Долго-долго ждали. Потому что, конечно, просто это фрилогафина, которая не всегда с этим вирусована, поэтому вначале человек может быть немножко удивлён. Можно дать себе вот такой объяснитель, это как бы единственное объяснение, которое не знаю, если тут мущество по-сторонам получается, и, конечно, разумеется. Так, Юра Аркадьевна, я вижу все руки пока, то есть пока вижу все, да? У меня несколько более общий вопрос. Вы вначале ввели тему немецкого как бы претекста, потом она в этой тематической пауте не совершенно так-то пропала, а Бальзак, как всем понятно, это французская. вот это, ну, я думаю, где немножко спекулятивно ставлю, можно ли считать, что там был больше немецкий субстрат, а здесь французский, и вообще, ну, понимаете, насколько все-таки важны здесь собственно бальзаковские мотивы. Я понимаю, что у вас доклад был совершенно не про то, но все-таки если четко сказано Бальзак, и я, к сожалению, не посмотрела в Габсека, там паук, по-моему, с очень большой вероятностью имеется, то есть все-таки то, что эти образы еще и бальзаковские, это важно, или это в данном случае у вас другой взгляд, и поэтому это абсолютно нерелевантно? Я не думаю, что это абсолютно нерелевантно, но я думаю, что это очень важно, то, что постоянно подчеркнула Наталья Ивановича, то, что когда мы находим подтексты, мы должны понять изгон в этом конкретном тексте, и вот мне кажется, что это не первостивительно в этом случае, потому что важнее то, что мы уже употребляем похожие образы, что когда есть набор образов, его образы разработаны. То есть его собственный контекст важнее в этом случае, я думаю, да. Понятно, спасибо. Одна аналогия, которую можно здесь приправить, и в связи с этим у меня вопрос, это, если я помню правильно, в статье несколько положений, то есть заканчивая со словами, искусство нельзя наставить как телескоп, оно тревожно, как вращение мельниц на краю поля в зловещий голодный город. Конечно, просто я не стала это упоминять, но есть очень много исключений, когда появляется вот этот образ, появляется, вот, есть поражение, появляется в охранной грамоте, в стихотворении душа, в докторе Живану тоже немножко в другом виде, стихотворение так и начинают, поэтому это как бы постоянный мотив, который не устаривается. Ну, в принципе, в этой книге кареново-суравнение дается в эти близкие... То, что это прямое указание, что это образ искусства, мне всегда казалось несколько загадочным, почему искусство это видится, кажется, что ваши образы скану пояснены. Я присоединился... Да, Олег Миршевн. Я хотел... А это какой год? Какой? Мельница. 16. 16. Не очень получается. Я хотел спросить... Всегда я спрошу, потому что я придумал. А нет, я хотел сказать, нельзя ли связать это состояние мельницы? Может, это уже делалось, а может, это нельзя связать со смертью Ивана Николаевича Толстого? Потому что, мне кажется, что довольны многие образы этого текста, если говорить о Толстовстве, Толстовом, религии, исповеди и так далее, мне кажется, довольно внятным. Не то, что довольно внятным, насколько вообще такого типа текста может как-то как-то внятно объясняться. Мне кажется, что смерть Толстого и все, что вокруг этого творится, может быть поставлен на тексте. Я об этом не думала, но, опять-таки, я не уверена, что даже если это так, это непрестительно важно, потому что образ исповеди, у пастограба очень часто садится с искусством. По-моему, у него появляется то ли несколько положений, то ли в охранной грамоте, когда он вот играет именно это слово, объясняя сущность искусства. Поэтому, я думаю, что это, скорее всего, его личная ассоциация, но какая-то культурная, конечно, может основываться на том, что он очень хорошо знал из-за Толстого именно как нравственного отношения. Это да, в этом общем контексте да. Скажем, вот этот образ «Грозовые громады» и так далее, это тоже, однако, довольно устойчиво на свой гаду. Не только, что с этим, но, помимо всего прочего, и с образом Толстого тоже довольно устойчиво связывается. И, скажем, «Вечная память Лая», то, что происходило с Толстой после Воспоминания, просто довольно многие образы этого текста могут быть объяснены или через… Да, все будет. Простите. А, Лая, в смысле депричатия. Да. Простите, вы же есть. Ну вот, если нет пока больше вопросов, я бы все-таки присоединился к тому, кто сказал Борис Михайлович, что мне это сопоставление с Бальзаком, при том, что там, по-моему, все-таки вот… Я думаю, что тут словесно нужно было, наверное, так сказать, это все-таки не вполне мельницы, но… Да, ну, обращающиеся глазки, вот… Но мне именно через это сопоставление с Бальзаком, как бы, кажется, стала очевидной завязка на тему творчества, которая, мне честно признаться, после книжки Карен оставалась внутренне загадочной. потому что… Нет, то, что Бастанахик связывал, было понятно, что… Карен Человек, и ваш вывод этого на, ну, декларативное Бастанаховское заявление о том, что искусство постоянно занято размышлениями от смерти и творения в жизни, действительно, по-моему, красиво встраивается в понимание этого смысла, и уж где уж такая невнятная, вполне внятная чековарительница. Про мельницы, про мельницы. Назначу его внятку. Есть ли еще соображения и вопрос? Допрос. Нет, кажется, что если Толстовский куда-то вненец, есть он или нет, я думаю, что это очень продуктивная тема для этого внушения, это вопрос о пакетстве. А вопрос о стихотворении Бальзак, Бальзаковский план, это не пакетство. Когда человек называет стихотворение Бальзак, он, как правило, пишет про Бальзак. И здесь, мне кажется, Бальзаковского случайно много, но и это не внешнее Бальзаковское. Перетекание Бальзаковских текстов в Бальзаковскую жизнь, в Бальзаковскую мифологию, учитывая то, что по странам есть другой стишок с прямым провоцированием себя Бальзака, да, правда, Бальзак поднялся сединой, да, раз. Ну, что без этого как-то совсем не получается. Хотя мы самое простое, что Бальзак был писателем, мы все-таки знаем, и это не текст, а прямая текла. Мне кажется, что там особого Бальзаковского, чтобы это было релевантно, в тексте ничего нет. И что, как всегда, в постарах, когда он пишет о других, на самом деле он пишет о себе. Как нет? Как нет? А кто кофе им себя глушил? Кто был, сочинял романы с дикой напряжением не отходя от стола и не имея возможности подумать, продохнуть, потому что был в долгу внешнем, да, который здесь становится одновременно долгом и передописываемой реальностью, причем двояльной, причем двоящейся городской и врывающейся в город деревенской. Вот как-то нет, и про паука, гапсека, да, и, кстати, мотив мужчин тоже вполне себе бальзавист. Вот первое ощущение. Мотив кофе. Да. Про кофе я сказал. Я не знаю, что вы по-моему употребляете вот эти детали, которые характерны для бальзава, но в принципе не такие уж по-моему характерны, практически то же самое можно было бы почти говорить о Достоевском и так далее. Нет, кофе не пил. Но для того, чтобы говорить о себе это важнее, по-моему, то есть есть этот подтекст, но он не такой релевантный. По-моему, важнее то, что он на основе бальзава, но все-таки снова употребляет те образы, которые он уже когда-то создан, которые для него ассоцируются с творчеством. Вот это важно. Я понял. Нет, ну, в романе «Утраченные иллюзии» описано во всех подробностях технических деталях механизм долга, который растет сам собой, сам возрастает, и до них запутывается безнадежно. Это как-то как бы вставная лекция по экономике, в середине середине повествования, где он с поразительной технической дотошностью описывает этот механизм. Я думаю, что невозможно не говорить о том, что здесь нет бальзака, но дело в том, что, конечно, бальзак запутывается, бальзак как писатель вот так же безнадежно запутывается в жизни, он должник должник жизни, как муха в паутинке, вот этот его должник, который вот запутывается в романе утраченные иллюзии. Но у меня мне приходит в голову одна любопытная параллель. В стихотворении разговор с член-инспектором о поэзии, недавно упоминавшейся Маяковской, а это 27-й год, говорит на фоне нынешних дельцов и пролаз, я один в непролазном долгу. И дальше перечисляется, я в долгу перед бродвейской лампионией, перед вами Магназей, небеса и так далее, перед всем, про что не успел написать. Интересная параллель, при том, что в это время полный разрыв между по сценарию Маяковской Магназей, не общаются, кажется, чуть ли не на 27-м году произошел окончательный разрыв, после попытки примирения. К этому, к Бальзаку еще, он смотрит вниз, как заповедник, но даже неудобно говорить, потому что это еще более христоматейное, это растенияк, причем на кладбище, перглашес, смотрит вниз, сверху, перглашес на горе, он смотрит сверху, вниз на Париж, Достоевского не смотрит вверх, потому что в Петербурге смотреть неоткуда. А тема кладбищенская, поскольку это на кладбище и в момент похорон, она как бы вами показана и в других местах. Так что я думаю, что тем не менее Бальзак здесь не так нейтрален, неинтересен. И, например, вот это слово заповедник появляется до этого в господинапе в темах сваряции, там, где он написывает пушки, который смотрит на море, и вот появляется подобное что он смотрит как на Евангелие. То есть заповедник, но одновременно это считается как заповедь. И там постоянно есть это фигра снов. Что касается тема заложника, по-моему, это надо посмотреть на и выше другим образом поэзии. чертество, которое указывает на арест, на то, что человек не свободен. Их очень много, например, стихотворения «Удохновение», «Под стихом», «Уприневший собой», «Посвящение», «Крепкий тьме» в целый ряд образов, которые появляются в поэзии, но и в прозе Пастернаке, в ранней прозе Пастернаке, образ Аристанта появляется очень часто. И вот эта идея у него по-разному проявляется, но все-таки это его личное представление о творчестве. И, конечно, потом он берет от других писателей то, что ему нужно, но важно то, что он до этого уже создал себе какой-то образ, и как бы подбирает детали из других писателей. Так, ну, здесь все с ответами. Спасибо.